Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра. Коротко о главном. История служения на благо Родины. В Бресте установлена памятная доска в честь 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Кто ищет, тот всегда найдет. В Бресте прошла межотраслевая ярмарка «Вакансия», объединившая представителей различных направлений – торговли, строительные отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, ЖКХ. Более 220 человек получили предложение трудоустроиться. Основа и венец нашей веры – воскресение Христово. День торжества, надежды, веры и любви. Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. История служения на благо Родины 50-й гвардейской мотострелковой Донецкой дважды краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии насчитывает более 75 лет. Ни одно поколение достойнейших представителей профессии прошли воинскую службу в ее рядах, защищая и оберегая покой родной земли, как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время. На этой неделе в нашем городе на улице Брестских дивизий состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной 50-й дивизии. В течение 60 лет на территории Северного военного городка размещался штаб и воинские части прославленного соединения. В память о ратных подвигах и благих делах мирного времени, в торжественной обстановке и в присутствии руководства Брестского городского исполнительного комитета, представителей Совета ветеранов, командования 50-й дивизии в разные годы, ветеранов и военнослужащих Брестского гарнизона, а также других гостей состоялась торжественная церемония. Почетное право открытия памятной доски было предоставлено председателю горосполкома Александру Робочеку, председателю областного совета ветеранов Валерию Губаренко, ветерану дивизии, участнику Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Василию Березневу. Знаете, мы сейчас часто используем термин «градообразующее предприятие», а в свое время 50-я дивизия это было градообразующее соединение нашего города Бреста, воинская часть. Поэтому сегодня акт справедливости, исторической справедливости, что здесь размещалось ядро такого замечательного соединения, как Брестская 50-я дивизия. Я очень рад, что и сейчас очень многие ветераны дивизии активно участвуют в общественной жизни города, многие еще трудятся. И приятно видеть то, что, на самом деле, та планка, которая была задана еще во время службы сейчас реализуется в гражданской, как говорится, ипостаси, в том числе и в контексте подготовки города к Тысячелетию. Я воспринимаю даже этот объект, эту доску, как элемент благоустройства нашего города. Поэтому хорошее, интересное, яркое событие. И мы дальше, наверное, будем рассматривать предложения по вековещению памяти 50-й дивизии в нашем городе. У меня дорогие воспоминания об этой дивизии, потому что я в составе этой дивизии был здесь, в Бресте, в течение семи лет. Из них три года командиром полка, ведущего полка, на боевых машинах пехоты. Самый большой полк. И все задачи, которые ставились в дивизии, приходилось выполнять нам, личному составу этого полка. Здесь еще четыре года я выполнял обязанности командира дивизии. Это были времена очень неспокойные, очень сложные. Постоянно были проверки. Каждый год нас развертывали, давали приписной состав. И с этим приписным составом мы принимали участие в учениях. Годы службы 50-й дивизии для меня – это счастливое время. Инициатива появления памятной доски в нашем городе принадлежит Совету ветеранов 50-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ее поддержало руководство Бреста. Воплощение проекта в жизнь имеет огромное значение не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в увековечивании памяти всех военнослужащих, когда-либо находившихся в ее рядах. Это твердое убеждение кадрового военного полковника, активного участника ветеранских организаций нашего города Бориса Брука. В далеком 1955 году молодым лейтенантом он был зачислен на службу в 50-ю гвардейскую мотострелковую дивизию и на всю жизнь сохранил верность воинскому долгу и своему соединению. Для меня сегодня 50-я дивизия вернулась к месту своей постоянной дислокации. Откуда мы ушли в 2006-м, а сегодня вернулись. И я думаю, навсегда. Для меня сегодня праздник. Праздник, потому что открыли памятную доску. Праздник, потому что сюда пришло много людей. Пришло ветеранов столько, сколько могли прийти. Для меня праздник, потому что здесь было руководство города. И прошел он достаточно торжественно. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Наверняка, если спросить у белорусов, какой город страны по праву заслуживает носить статус самого чистого уголка в республике, в числе лидеров будет Брест. Во-первых, потому что отлично работают коммунальные службы. Во-вторых, в Бресте функционирует единственное предприятие Беларуси, перерабатывающее органику в природный газ с целью получения электроэнергии. Речь о мусороперерабатывающем заводе, на котором в феврале завершилась двухгодовая модернизация линии сортировки твердых коммунальных отходов. А буквально месяц назад предприятие приросло новой техникой – двумя мусоровозами с задней загрузкой. В чем уникальность новых машин и как использовать технологии, чтобы город продолжал оставаться таким же чистым и опрятным? Расскажем прямо сейчас. Два новых спецавтомобиля мусоровоза с задней загрузкой МАЗ, которые начали курсировать по городу и району, около месяца назад оснащены по последнему слову техники. Не углубляясь в детали технических характеристик, постараемся разобраться в уникальности и преимуществах новых машин. Первое. Захватные устройства значительно упрощают труд человека. Автоматика самостоятельно загружает твердые коммунальные отходы в бункер автомобиля. Второе. Проходимость. Благодаря габаритам новые мусоровозы очень удобны при плотном дорожном трафике и на узких улицах частного сектора. И третье. Вместимость. Намного надежнее данные автомобили и больше забирают мусора. И со степенью сжатия. Они по размерам, по габаритам меньше. Данный мусоровоз может в 7 раз больше взять мусора. Вот это, конечно, такое сильное преимущество. У нас также есть три мана. Три мана. У них степень сжатия намного больше. Те мусоровозы, хотя по объему у них бункер меньше, мусоровозы данные маны, они могут забирать до 180 контейнеров. Обслуживают автомобиль по сменам 4 человека. Два водителя и два грузчика. Водитель Михаил Дедкович работает на Брестском мусороперерабатывающем заводе год. За это время смог разобраться в специфике управляемого транспорта. Он отвечает за гидравлическое управление автомобилем. Говорит, новая техника была необходима. Внутри салона установлена видеокамера заднего вида и дисплей. С их помощью водитель полностью владеет обстановкой. Это позволяет предотвратить аварийные случаи в мертвой зоне автомобиля. Большая часть участков наших составляет движение задним ходом. И помогает очень сильно. Машина хорошая, проходит везде. Вообще обновление Брестского мусороперерабатывающего завода – практика регулярная. Здесь идут в ногу со временем. К примеру, уже сегодня руководители предприятия задумываются о приобретении специальных датчиков, которые при наполнении мусорного контейнера будут сигнализировать. Если посылаем машины непосредственно по графику, то в данном случае, когда контейнер будет сигнализировать, когда контейнер будет сигнализировать о его наполнении, только тогда надо посылать машины в данный, допустим, район. Такое приобретение позволит сократить затраты и завода, и населения. Виктория Нечаева, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вы смотрите «Итоги недели» на Бук ТВ. Продолжаем выпуск. Хорошая работа определяет качество жизни человека. В первую очередь, это возможность для реализации своего потенциала. Не менее важна и доходная составляющая. Уровень достатка определяет состоятельность семьи и ее возможности. И если ни один, ни другой этап не имеют успеха, каждый из нас стремится найти что-то лучшее, то, что будет соответствовать его потребностям. Помочь в этом непростом выборе уже не один год позволяют горожанам ярмарки вакансий и дни предприятий. Расширенный формат мероприятия прошел на текущей неделе. В нем приняли участие представители предприятий торговли, строительной отрасли, промышленности, транспорта, здравоохранения, а также организации жилищно-коммунального хозяйства. Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Подошел, поинтересовался, сказали, что можно. Желание и трудиться зарабатывать исполнилось обрещание на Александра в первые минуты посещения и многоотраслевой ярмарки вакансий. На предприятии Полесье Жилстру ему предложили место электрогазосварщика. Всего в рамках мероприятия гражданам было предоставлено более 400 вакансий. А инициативу поучаствовать проявили порядка 50 предприятий города. В последнее время в городе Бресте рынок труда складывается таким образом, что спрос нанимателей превышает предложения со стороны соискателей на рынке труда. Поэтому эти мероприятия в городе Бресте проводятся традиционно. В прошлом году было проведено 11 таких массовых мероприятий. Сегодня мы решили в рамках единого дня занятости объединить те отрасли, которые наиболее нуждаются в квалифицированных кадрах. Межзрослевая ярмарка вакансий объединила в одном зале представителей различных направлений социально-экономической жизни города. Строительная компания, организация здравоохранения, ЖКХ, сфера торговли и услуг. Предприятия продтовары в числе тех, кто активно занимается поиском кадров, причем со стабильной зарплатой и возможностью карьерного роста. Мы всегда принимаем участие в таких мероприятиях. В основном это подбор персонала линейного. Вот у нас здесь, как видите, листовочки есть. Это продавцы, кондитера, повара, уборщики производственных помещений и грузчики. Это основной контингент, в котором наблюдается такая постоянная текучесть кадров, постоянная смена. Поэтому вот, ну, есть интерес. Интерес у соискателей сегодня есть по многим позициям. Тем более, чтобы получить отдельное рабочее место, предусматривается предварительное обучение, которое предоставляет Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома. Если кто-то, пройдя экспозицию, не найдет для себя такого мгновенного применения в качестве трудоустройства, специалисты службы занятости готовы проконсультировать и предложить профессии для переквалификации, для того, чтобы быть чуть более конкурентоспособным на рынке и получить в дальнейшем возможность трудоустроиться. Ярмарка вакансий как форма поиска кадров заинтересовала и представителей иностранных компаний, открывающих на территории Бреста и области новое производство. Например, общество с ограниченной ответственностью «Английские окна и двери», специалисты которого одними из первых приняли участие в подобном мероприятии в 2019-м. Как итог, 15 участникам встречи предложили трудоустройство сразу же. Еще 20 граждан включены в группы для дополнительного обучения. Мы зарегистрировали фирму «Английские окна и двери» совсем недавно. И очень приятно, что когда мы обратились в городскую администрацию, за помощью в организации этой встречи нам помогли. Здесь мы планируем найти себе ряд специалистов, которые первыми придут к нам работать. Это станет продолжением моего дела в Польше. Порядка полутысячи граждан посетили многоотрасливую ярмарку вакансий. И что примечательно, более 220 человек получили предложение работать. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В продолжение темы. Всемирный день охраны труда отмечают 28 апреля. Сегодня задачи по охране труда – одни из актуальных и волнующих в стране и в областном центре Брещины. Администрация города во главе с председателем комиссии по охране труда, первым заместителем председателя Брестского горсполкома Вадимом Кравчуком, серьезно занимаются решением этих вопросов. Сохранение здоровья наших людей на рабочих местах в приоритете. В преддверии этого дня были подведены итоги и награждены победители городского конкурса выставки «Оптимизация и применение данных по охране труда». Инициатором мероприятия «Оптимизация и применение данных по охране труда», приуроченного ко Всемирному дню охраны труда, выступило Управление по труду, занятости, социальной защите и отдел по образованию Брестского горсполкома. Участие в нем приняли предприятия и организации города. Уже восьмой раз присоединились и воспитанники Центра юных моряков с флотилии Бреста, также учащиеся учреждения образования. Спасибо ребятам за то, что на самом деле они вовлечены в этот процесс, и таким образом они вовлекли еще и своих родителей, бабушек и дедушек. И каждой из семи, как минимум 3-4 человека, уже были вовлечены в этот процесс. Данная работа в данном направлении будет продолжена, и я надеюсь, что мы максимально сократим так, чтобы наш город Брест был самый безопасный и самый по охране труда лучший из лучших. Следует подчеркнуть, что в городе над Бугом вопроса охраны труда и безопасности на производстве всегда уделяется пристальное внимание. Каждый руководитель точно знает и понимает, что соблюдать безопасность человека на рабочем месте – одно из самых важных правил успешного трудового дня. А чтобы убедиться в соблюдении всех норм и требований для безопасных и здоровых условий работы, существуют мониторинговые группы, для которых привычным регулярным делом стала проверка производства и строительных площадок. Однако бывают и такие случаи, когда ситуация выходит из-под контроля в результате различных причин. Особое внимание уделяется именно охране и безопасности труда на производстве. К сожалению, в прошлом году, в 2018 году, произошло 26 несчастных случаев. В текущем году – 6 несчастных случаев, и сокращение произошло на 40% в соответствующую периоду прошлого года. В городе Бресте очень активно работает мобильная группа, в состав которой входят все заинтересованные службы, касающиеся именно проверки знаний и проверки рабочих мест на производствах по охране труда. В прошлом году, в 2018 году, мы проверили мобильной группой 160 субъектов хозяйствования. В текущем году мы эту планку держим и сделаем не менее того, чего мы проверили в прошлом году. За каждым показателем со знаком «минус» сохраненная человеческая жизнь, сколь много это значит для каждой семьи. А потому тем предприятиям, кто вошел в число лидера в этом конкурсе, вручались ценные подарки как стимул к дальнейшим победам. Восьмой год мы этот конкурс проводим, и, как показывает практика, все больше и больше детей участвует. Первый год, когда мы начинали, где-то порядка 70 детей участвовало, но сейчас уже больше 200. Это говорит о том, что детям это интересно, и это важно, и, наверное, даже дети чувствуют себя более креативными. Стимулом стал и детский конкурс рисунков, плакатов и фотографий для ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Дети показали свое отношение к охране труда. Через призму детского восприятия можно было понять, как важно для них, чтобы папа или мама с работы вернулись домой, живыми и невредимыми. Этот конкурс, во-первых, он как времяпровождение хорошее, потому что на работы, чтобы выиграть, надо потратить много времени, и это заменяет, например, игры на телефоне или же другие работы с компьютером. Вместо этого ты тратишь время на то, чтобы сделать красивую работу и выиграть. Мероприятие объединило и сплотило граждан разных возрастов, а все потому, что заинтересованность в собственной безопасности и право на жизнь превыше всего. Развитие газоснабжения всегда было и остается одной из важных задач государственной политики Беларуси, ведь от прогресса в этой сфере зависят темпы развития страны. С каждым годом вопрос эксплуатации систем газоснабжения становится все более актуальным, поэтому возрастает роль высококвалифицированных кадров. Теперь возможностей и практического опыта у брестских студентов станет больше. На базе предприятия «Брестоблгаз» накануне открылась новая учебная лаборатория Брестского государственного технического университета. Это очередной шаг в укреплении и без того тесного сотрудничества двух сторон, которое позволит создать прочный фундамент для дальнейшего расширения взаимодействия. На открытии побывала наша съемочная группа. На территории филиала предприятия «Брестгаз» работает специальный полигон, отныне оснащенный учебной лабораторией для подготовки специалиста в области газоснабжения. Именно здесь студенты БРГТУ и будут развивать свои практические навыки. Открытие новой учебной точки позволит повысить качество образования будущих инженеров и обеспечит залог успеха подготовки кадров. Событие важное, а потому перерезание красной ленточки, которая символизирует старт новой страницы в жизни университета, ритуал обязательный. На базе кафедры теплогазоснабжения и вентиляции постоянно происходят мероприятия, связанные с практикой студентов на территории, на объектах «Брест-Облгаз». Создаются локальные лаборатории в стенах университета. Но в последнее время мы проповедуем такую политику, чтобы еще более тесно наладить связи с нашими партнерами, а «Брест-Облгаз» является базовой организацией нашего университета. Поэтому у нас возникла такая идея создать совместный полигон, совместные лаборатории на базе именно нашего партнера. Мы здесь поставили учебную лабораторию, где студенты могут отрабатывать свои навыки. Есть горелка инфракрасного излучения, соответственно, есть и счетчики, их устройство для того, чтобы снять температуру и давление. Но и на самом ГРП, который у нас имеется, студенты тоже могут отрабатывать. Так как они не имеют права допуска работы на газу, мы здесь создали те условия, что мы можем в сети подать сжатый воздух, и они могут работать на сжатом воздухе и отрабатывать практические навыки. Ну а еще раз хочу сказать, что цель основная полигона – это повышение квалификации и мастерства наших сотрудников. О том, что газ – дело опасное, что учеба требует определенных знаний и подготовки, продемонстрировали студентам сотрудники предприятия. Работники аварийно-диспетчерской службы средств водителей, мастер-бригады отработали ситуацию утечки газа. После чего по новому учебному павильону, газорегуляторному пункту и всему полигону была проведена ознакомительная экскурсия для молодежи, которая, кстати, уже успела оценить новинки. Любая практика, она позволяет более качественно подготовить себя к тем инженерным задачам, с которыми предстоит столкнуться. Это не только расширение каких-то теоретических знаний, а можно непосредственно что-то пощупать, потрогать, как-то более близко познакомиться именно с тем, с чем впоследствии придется работать. В настоящее время кафедры Брестского государственного технического университета находятся на балансе самых разных предприятий и организаций города. Организовано обучение студентов на Брестском машиностроительном заводе и Брестоблавтотрансе, Брестгазоаппарате и Компа. И этот список постоянно пополняется, ведь подготовка профессиональных кадров – залог завтрашнего дня. Есть много праздников, которые любят встречать белорусы, но одним из главных является весенний праздник – Пасха. Этот светлый и добрый день несет с собой веру, надежду и любовь. В настоящее время Пасха занимает очень важное место в жизни многих людей. Мы возвращаемся к нашим истокам – к вере. И поэтому праздник Пасхи для нас становится нечто больше, чем просто Красный день календаря. В 2019 году праздник приходится на 28 апреля. Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры. Это первая и самая великая истина. Велик день – центральное событие в духовной жизни христианина, отмечаемое с огромным благоговением, торжеством и радостью. Ее ждут, к ней готовятся. Великим днем называют Пасху. Этот день особенный для каждого из нас. Он наполнен животворным светом благодатного огня, наполнен ликованием и волнением людей. И если Пасха, по слову святых отцов церкви, это приход Христа в человеческое сердце, то жить человек должен так, чтобы оставить своим детям, внукам, правнукам красивый, гармоничный, уютный и чистый мир. Это событие легло в основу жизни церкви, нашей православной веры. И так хотелось бы, чтобы оно вошло в основу нашей повседневной жизни. То есть, чтобы в наших сердцах был мир, терпение, любовь друг к другу, понимание друг друга, доброе отношение к нашему Отечеству, доброе отношение к труду, где трудимся. То есть, чтобы мы действительно были образом и подобием Божьим. Торжественное и трепетное ожидание Светлого Воскресения Христова для людей сочетается с особыми приготовлениями. Приготовлениями, которые очищают душу и сердце. С чистыми помыслами встречают православную Пасху Христову. Мы ждем Пасхи, Воскресения Иисуса Христа. У всех в душе такая радость, ожидания. Пришли, посвятили Пасху. Придем домой, соберутся дети и внуки, и будем отмечать Пасху. Мы семья военных, у нас традиции, как у всех, такие же православные, верующие, ничего мы не отходим от стандартов. Отмечаем, как все. Светлое настроение у всех людей в канун Воскресения Христова. Люди радостные и охотно делятся своей радостью с родными и близкими, знакомыми и незнакомыми. С настроением идут в Свято-Симеоновский собор прихожане. Слова благодарности и поздравлений исходят от людей искренние, благодушные и сердечные. Я хочу всех поздравить с этим прекрасным праздником, Пасхой. Всем пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия, семейного, духовного, всего самого-самого наилучшего. Я хочу поздравить всех своих родных. Всех со светлым праздником, днем Пасхи. Пусть этот день будет у каждого в душе, в семье, мира всем и здоровья. Главное в празднике Пасхи – это радость, духовное ликование. Поэтому впустите в свои сердца мир и любовь и встречайте ближних в Великий День Восклицания. Христос Воскрес, чтобы услышать в ответ «Воистину Воскрес». Пусть Господь благословит каждого из нас, каждую семью, наше Отечество, всех людей доброй воли, своей милостью, своим милосердием. Пусть подаст нам доброе здоровье, мудрость и терпение внесения жизненного креста. С праздником, дорогие! Христос Воскресе! С чувством глубокой радости от всего сердца коллектив информационных программ телекомпании БУК-ТВ поздравляет всех брещан со светлым Христовым Воскресением, Пасхой Господней. Пускай в пасхальное торжество достанутся всем вам крупинки света, радости и восторга. И пусть они сопровождают вас всю жизнь, охраняя от злобы, зависти и недоброго слова. Радуйтесь жизни и ищите в ней только прекрасное, возвышенное и божественное. С праздником! Вы смотрели программу «Итоги недели». Мы в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни апреля. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Воскресенье 28 апреля в южных районах Беларуси погоду будет определять фронтальные разделы, а северные районы страны окажутся под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в более холодном воздухе. В Бресте пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью, составит плюс 12-14, максимальная температура днем – 18 градусов. В начале следующей недели погодные условия будет определять скандинавский антициклон. Установится более прохладная погода. 29 апреля в Бресте преимущественно без осадков. Лишь утром возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, пары висты – 13-15 градусов, со знаком «плюс» прогноз синоптиков на ночь – 17 градусов, температура воздуха, дневные часы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова